Сегодня мы на выставке о пчеловодстве 2013, около института пчеловодства. Вот здесь интересная выставка, много меда, медовухи. Я вот хотел спросить у пчеловода Владимира, вот у него здесь интересный лесной мед. Из разноправия, такой свежий, душистый. Баночки такие свежие. Покажем мы, как их переливается. Тянется настоящий мед. Бачите, горка, зверните увагу, горка и падает. Видите, на стаканчик лина попрошу, нарастает. Расплывается. А это гарантует, как и смирно. И запах уже чувствуется. Запах чувствуется, звичайно, чудовий. А вот такой интересный вопрос. Вот вы уже, наверное, в взрослом возрасте начали заниматься пчелом. Так, на жаль, у меня... Что вас привлекло к ним? Здоровье или интересное? Здоровье, раз. И, по-друге, камашка. Это, боже, камашка, вы заходите на пасеку. И просто послышите губ. Как вы тут? Вдолите до улицы. Вдольте до улицы. Вдень через пять у вас с проблемой. Вденьте на троих планов, заспокойтесь. Вденьте уже спостерегать, как они сюда залетают. Одна залетает, ну, так ничего на ней немае, а другая какая-то не все. Кошечка. Вденьте, желтый, червененький. Пусть-меньше таки на пивках и неревенький. Потому что я шарик працю на работе. Поцелов я в церкви захисту росли. Я с пятером захисту росли в Донецком районе. А вот за это время, что вас удивило, может быть, пчелок в жизни колонии? Ну, удивляться, удивляться. Багато чего-нибудь. Или вы научились чему-то? Ну, звичайно. Если я с 7-4, звичайно, как говорят, в компьютере, то есть у меня есть чайник. А сейчас я понимаю, что я не открываю с семьи, а спостерегаю за льотом в джил, я вам скажу, что там працюет мама, или семья обеспечена кормами, может, ей киснуть, может, ей нужно какие-то рамки додать. Может, что ей нужно, я, может, не открываю, слушаю, слушаю и наблюдаю, я все могу рассказать со семьей. А вот у вас улетают пчелы или прилетают, наоборот? Ну, улетают. Влетают, если пасечник, не доглянув, час на воскресенье, гнездо переполнилось, природный процесс включается в руине. Для того, чтобы его не было, пасечник вживает ряд антируевых заходов. И вот эти руины, которые выбираются из семьи, можно использовать для решения своих пасечников, або можно привезти на выступ в виде пакета и реализовать. А что бы вы посоветовали, например, начинающим пчеловодам? Что самое, в каком плане? Ну, с чего начать? Что начать? Вулику купить. Ну, если бы купить, то не одно, а хотя бы три. Потому что вулик, розгляд от каждого вулика идёт по-другому. И там нужно одного взять, другого поселить. А пчеловодцы, конечно, можно много говорить. Но я желаю вам успехов, хороших, взятка для пчёл, хорошего мёда. И чтобы пчёл у вас было больше, и они больше мёда приносили. Спасибо. Спасибо.